В один из душных июльских вечеров голова семьи Еремей Хлопчиков слонялся в трусах и майке по квартире И томился недовольством от того, что ни на трусах, ни на майке не бывает карманов И вследствие этого некуда девать руки Здравствуйте! Сегодня мы читаем фильетон куйбышевцев Владислава Князева и Владимира Шикунова Написанный полстолетия назад, он сегодня не потерял своей актуальности Что это значит? А это значит только одно, что хороший юмор подобен коллекционному вину Время лишь усиливает его неповторимый вкус и придает ему особый аромат Чья душа настолько измельчала, что отдаст меня за огурец Где оно, великое начало, положившее всему конец Недовольство Хлопчикова искала выхода Но придраться к кому-нибудь из членов семьи по поводу того, что ни на трусах, ни на майке не бывает карманов Он не мог Тогда Хлопчиков вышел на середину комнаты И укоризненно поглядев на семью, которая смотрела в это время документальный фильм О жизни вредных насекомых Австралии произнес Мне стыдно за вас Вполне возможно, эти слова Хлопчикова так и остались бы без внимания Но как раз в этот момент фильм закончился И семья перевела все взгляды на своего главу Мне стыдно за вас Повторил ободренный Хлопчиков Жить на Волге и не уметь плавать Он взволнованно поддернул трусы и добавил Это продолжается уже несколько лет Но больше так продолжаться не может И действительно, семья Хлопчикова С самого ее основания Хлопчиковым Живет на Волге и не умеет плавать Не умеет плавать его жена Лидия Хлопчикова Хотя она женщина практичная и умеет почти все Не умеют плавать его сын Витя и дочь Оля Который только и может что задавать отцу Самые разные неуместные вопросы Как, например, ну а ты сам-то, папа, умеешь плавать? Нет, плавать в общепринятом смысле этого слова Хлопчиков не умел Он умел плавать в том смысле, который придавал этому слову только он сам При этом Хлопчиков не делал ни одного лишнего движения А если правду сказать, то вообще ни одного движения он при этом не делал Жить на Волге и не уметь плавать Это не укладывается в моей голове Завтра же всех вас научу Поэтому в семье Хлопчикова не было принято спорить с ее главой Поэтому никто из домашних никак не отреагировал на принятое Еремеем решение Они очень любили, оба, Владислав Владимирович и Владимир Петрович Они волжане, хотя папа родился в Тамбове Но когда ему было не полных 10 лет, они приехали в Куйбышев И насколько я знаю, научился плавать он здесь именно на Волге Потому что речка ЦНА не позволяла Ну, не нравилась она им, какая-то она была не такая, как наша великая река Поэтому и Волга, и фильетоны, и рассказы, и сатира Это все, что идет со мной по жизни Утром следующего дня, когда большинство горожан Еще только протирало темные очки Чтобы взглянуть через них на залитый солнцем мир И решить, стоит ли сегодня выходить из дому Семья Хлопчиковых уже расположилась на песке возле Волжской водицы Здесь, прежде всего, Еремей покурил И, сунув окурок в специально принесенную из дому пепельницу Решительно направился к воде А немного не доходя до нее остановился Поставил ноги на ширину плеч и скомандовал Итак, повторяйте за мной Здесь Хлопчиков затянулся воздухом и начал урок Он размахивал руками размашисто и быстро Так что издалека его можно было принять за божака стаи перелетных птиц Еще его движения казались на движение снегоуборочной машины Или на взмахе ветряной мельницы Еще казалось, что Еремей разгоняет невидимых комаров или пчел Еще немного запыхавшись, сказал Хлопчиков И вы научитесь правильно махать руками С этими словами он обернулся к жене и детям Но те по-прежнему редком сидели на песке И смотрели куда-то вдаль, мимо головы семейства Первым побуждением Еремея было закричать Затопать ногами или даже вылить в песок Назло всем весь квас Но он сдержался и только произнес Что все это значит Уж не значит ли это, что вы не хотите научиться махать руками? Мой любимый рассказ Как Волжанин Еремей учил свою семью плавать Вот в книжке он назван Немножечко измененное название Не знаю, кто поменял Это действительно мой любимый рассказ Потому что мы очень часто за Волгой Выполняли все требования Которые Еремей Хлопчиков предъявлял к своей семье Ну то есть практически так А теперь машем руками А теперь легли и машем ногами А теперь я буду сплавляться Кстати, если говорить об этом рассказе То папа очень любил сплавляться С спуска Красноармейского до речного вокзала И много раз он делал это вместе с Тихоном Ивановичем Ярошевским Мама работала с Тихоном Ивановичем Тихоном Иванович жил на Куйбышской Когда мы встречались на пляже Я тоже была не раз этому свидетель Ну поплывем, Володь, поплывем Они заходили в Волгу Правда не ложились, как Еремей и Хлопчиков А за плывом до старого речного вокзала плыли Еремей снова покурил Опять сунул окурок в специально принесенную из дома пепельницу И снова, удивляясь, произнес Жить на Волге и не уметь плавать Ведь правда так больше продолжаться не может Не тратя время на ожидание ответа Еремей решительно поддернул трусы И лег на песок вверх животом Лягте, как я, скомандовал он детям Теперь мы научимся махать ногами Сначала Хлопчиков действовал ногами Так, как будто бы пинал принесенную из дома пепельницу Затем ноги его задвигались так, как будто бы он поддерживал ими падающий на него шкаф или груженный цементом вагон И, наконец, ноги Хлопчикова заходили так, как будто бы он просто не знал, куда их деть Потом Еремей обернулся к детям и увидел, что они делают совсем не то, чему он их учит Еремей понял, что дети совершенно не унаследовали серьезного отношения к делу И, больше того, превратили его серьезный урок в настоящий балаган Первым побуждением Хлопчикова было поступить с детьми непедагогично или даже негуманно Но он решил сначала выяснить, что все это значит Уж не значит ли это, произнес Еремей Что вы просто-напросто не хотите научиться правильно махать ногами Прекрасно я плаваю Меня научил папа Он научил и всех моих детей Мы плаваем, как рыбы Долго, тщательно И я никогда не... Мне даже предрекали карьеру плавчихи Но родители быстро это поняли У меня какая-то дыхалка правильная И забрали меня в фигурное катание Хлопчиков встал, посмотрел на песчаный гребень, который совершенно скрывал Волгу И почувствовал в себе прилив решительности Ну, вы как хотите А я вот прямо сейчас зайду в Волгу и поплыву Он сделал несколько шагов по направлению к воде Потом обернулся и добавил Жаль только времени до понедельника в обрез Поэтому до Астрахань я, пожалуй, не поплыву А только до Саратова И потому как отчаянно Хлопчиков вошел в воду Все члены его семьи поняли, что их глава не шутит «Еремей, не дури!» — крикнула отчаянно жена Хлопчикова «Отец, не совершай опрометчивых поступков!» — предупредил отца первоклассник Витя «Папочка, а ты не заблудишься?» — всхлипнула дочка Оля Но Хлопчиков не отозвался Сжав зуб, он шел вперед В голубую даль Волги Вот сейчас он пойдет поглубже Оттолкнется от дна Всплывет вверх животом И возьмет курс вниз по Волге Прямо до Саратова Но потом Хлопчиков почему-то метнулся направо, налево И заметался по кругу Но все было без толку Воды было по колено Тогда он степенно выжил майку Подернул трусы И пошел к семье есть окрошку А пообедав, довольно погладил себя по сытому желудку И сказал, жить на Волге и не уметь плавать Нет, больше так продолжаться не может Сегодня, пожалуй, уже поздно А вот в следующее воскресенье Я обязательно всех вас буду снова учить плавать От всего немного ответов Я смотрю на все издалека По пути вопросов и ответов Очень быстрая езда, легка С вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова